Котово бежать не рекомендуется, кошкины именины. И вот уже третья по счёту выставка, посвящённая этим пушистым питомцам «Кошка моя на других не похожа». Такие экспозиции здесь решили проводить ежегодно и посвящать их Всемирному дню кошек, которых, кстати, человечество полюбило и приручило ещё 10 тысяч лет назад. Относились к ним в разные времена и как божествам, и как посланникам зла. Но вот сегодня они считаются преданными питомцами, которые, несмотря на свой независимый нрав, всегда верны своему хозяину. Но так как музея Островского, литературные, огромное количество персонажей, представленных на выставке, заимствованы из разных художественных произведений. Для школьников и дошколят здесь вплоть до 20 апреля будут проводить интерактивные экскурсии и мастер-классы. На выставке, конечно, представлено огромное количество кошек, прекрасных портретов кошачьих. Можно сказать, здесь представлены даже котолюди. Они всё-таки необыкновенные, прекрасные и не похожи один на другой. То есть у каждого свой характер, отсюда какая-то необычная история. Помимо картин, которые писали преподаватели и учащиеся сочинских художественных школ, здесь масса кошек и котов из частных коллекций горожан. В исторической витрине представлены так называемые шерстяные питомцы со всего мира. Египет, Турция, Китай, Италия, Норвегия, Канада. Есть и сочинский кот, и кот с улицы Лизюкова. Интересна выставка, уверены организаторы, будет и взрослым. Конечно, это, в первую очередь, экологическая выставка, которая представляет, что любое животное – это очень важно. Есть такая замечательная фраза, наверное, очень знакома всем людям. Мы в ответе за тех, кого приручили. И вот здесь как раз-таки эта фраза прозвучит очень громко. Пока ребята готовились к выставке, о кошках узнали много нового. Практически у каждого участника выставки есть домашний питомец. И в большинстве случаев это кошки. Они такие милые, пушистые, мягкие. Ну, мордочка у них классная. Поэтому я люблю. Я люблю кошек, потому что они милые, с ними можно поиграть. И когда у меня плохое настроение, я всегда играю с моей кошкой, она меня успокаивает. Они такие вот нежные и очень спокойные животные. Если их заставить там где-нибудь посидеть, они сами по себе, они не останутся на одном месте. Они гуляют сами по себе. Представлены в экспозиции работы народного мастера России Ирины Агаевой. Кошек она выполняет в традиционно русской технике. Это куклы-скрутки, которые в крестьянских семьях изготавливались подручного материала. Возрождение традиции – это также цель экологической выставки «Кошка моя на других не похожа». Инга Кабешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.